Бессил Моей гулко захлопали крылья «Прощай, малыш!» — донес сонистый голос и растаял светлым небем. Прикрыл я глаза и сидел долго-долго, не чувствуя ни рук, ни ног, как в миг своего рождения. Так велико было мое напряжение, так держался я из последних сил за жесткий, как металл, перья Грифона. Так вжимался я ногами в малейшей неровности на шкуре Грифона, что совершенно обессилел и как-то незаметно задремал. Разбудило меня новое ощущение тепла и покоя в ногах и правой руки. Особенно тепло было руке. Тепло и щекотно. Что-то живое дышало теплом под ней. Потихоньку, возвращаясь из сна, я удивился. А что ж я не вижу ничего? Темно? Да нет. Я просто забыл раскрыть глаза и сижу, как слепой. Глаза, раскройтесь! Огромный пес у моих ног вопросительно заглядывал мне в глаза, высунув от усердия розовый язык. Славный, большой, белый пес с бурыми пятнами и густой теплой шерстью. Правая рука моя лежала на его лохматой голове и чуткие уши щекотали ладони. Просыпайся, что ли! Здоров ты спать, щеняра! Глазенки прорезались. Так ты смотри на мир в пустую имени хлопай! Добродушно проворчал пес. Он, кажется, засиделся, сторожа мой сон, и ему не терпелось размяться. Выскользнув из-под тяжелой моей руки, он встряхнулся и исчез из виду. Окончательно придя в себя, я обвел взглядом мир. Оказалось, что я удобно сижу на старом замшалом пне, а спина моя опирается широкий ствол дерева. Густая листва с низкосклоненных ветвей защищает меня от солнца, уже поднявшегося высоко над горизонтом. Вокруг луга белые от кашки, далекие холмы и деревья с раскидистыми кронами. Кажется, так в разных миссионерских книжечках изображаются райские кущи. По этим кущам уже деловито носился мой пес, аккуратно помечая каждое дерево. Закончив обход, он потрусил ко мне, приветливо помахивая хвостом. — Эй! — галпнул! — Вставай! Вставай! Пора! — Куда? — Провожу! Я всех провожаю! Глаз да глаз за вами, щенятами! И пошли мы по цветущему душистому клеверу, как по облакам. Пес то отбегал, то подбегал, клацал зубами, ловя какую-то живность в воздухе. И с конца общался с кем-то или чем-то рядом со мной, будто по мобильнику. — Да, скоро, скоро. Щеняру доведу, прослежу, чтобы все как надо. Сама знаешь, как бывает. А там встретимся в наших хостах. — Рад видеть. Как здоровье? Чего под лапу лезешь? — Нече ныть. Подумаешь, наступили на него. — Я от тебя покусаюсь. И тут же, оборачиваясь ко мне, — Осторожно, тут осиное гнездо. Стороной обойди. Так по белому клеверу вышли мы на узкую тропинку. Через десяток шагов она влилась в дорожку, незаметную в густых травах. Дорожка постепенно пошла в гору, невесть как выросшую впереди. Со всех сторон, как в реку вливались в дорожку тропинки, наполнялась она ими, Ширилась, все росла и все круче уходила к небу. Наконец стало ясно, что где-то близко вершина. Еще несколько шагов. Мой спутник стал серьезным, замолчал, Пошел рядом нога в ногу, изредка вопросительно вскидывая голову, чтобы поймать мой взгляд. Дальше крутой скалистый подъем, совсем невысокий, и острая вершина, на которой может уместиться только один. Вокруг пусто. Далее теряются в жарком мареве, Перетекают незаметно в бездонное небо с одиноким беспощадным солнцем. И вот на горизонте быстро поднимается облако странной формы и цвета. В воздухе не ветерка, оно растет на глазах. Чудно. Пес очень серьезен. Слушай меня. Сейчас поднимешься на вершину и подставишь лапы. Как их там у тебя? Ладони. Главное, не суетись. Вы все, щеняры, любите блок гонять. Так вот, не лови ничего. Все само придет, что тебя предназначено. А то, как примутся ловить, что попало, Мусору нагребут и рады. Понял? Лапы кверху. Я тут наметни одного еле вытащил. До того наловился, что кулаки разжать не мог. А что поймал? Эх! Я слушал внимательно и пытался понять, что меня ожидает. А в мире все менялось. Свет тускнел, спустились внезапные сумерки. Туча, нет, не туча, а огромная воронка над моей головой. А в ее глубине тьма и яркие вспышки. Ну все, лезь давай. Станешь ровно и лапы кверху. Не стой, чтобы не случилось. Пошел. Он лизнул мне руку на прощание и подтолкнул носом к крутому подъему. Первые шаги дались непросто. Удивленные мышцы сопротивлялись и заболели. А потом вдруг поняли, что от них требуется. И я быстро двинулся вперед, цепляясь руками и отталкиваясь от надежных опор. Из воронки над моей головой слышался гул и отдаленный грохот. Черная тьма в ней светлела, разгораясь голубым пламенем, лучилась яркими сполохами. Последний толчок, последний рывок и я выпрямился в ярком свете, льющемся из воронки. Больше ничего не видел я вокруг, кроме слепящего света. И поднял я руки к нему навстречу, раскрыв ладони. И обмер, ничего я ни рук, ни ног. Мимо моих раскрытых ладоней запорхали и денежные знаки всех стран мира. Грохом посыпались блестящие разноцветные камушки и золотые побрякушки. Гулка хлопались и катилась по склону под моими ногами бытовая техника и мебель от ведущих дизайнеров. Пролетали дикие существа в одеждах и без одежды. Гремели обрывки мелодий, носились вьюгой идеи, образы, очень умные мысли. Возникали и исчезали тексты с круглыми печатями и без круглых печатей. Раза два руки мои непроизвольно дернулись. Один раз мимо меня пронесся, как пушечное ядро, открытый бочонок с черной икрую. Да, грешен. Люблю я ее, черную икру. Знать бы еще, что это такое. А второй раз, когда некая красавица в совершенно прозрачной тряпице на бедрах сделала возле меня пару кругов. Но я гордо отвернулся от нее и еще выше поднял ладони к небу. Оно светлело. Воронка теряла четкие очертания, становилась все бледней и вдруг полилась розовым дождиком мне в руки. Я замкнул ладони лодочкой, и горячая влага тут же их наполнила, застыв живым трепещущим комочком. Это было сердце. Оно весело билось в руках у меня и радовалось своему рождению. А я слышал и понимал ее. Люблю, 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 смеялось сердце в моих руках. Люблю, 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 кричало ему мое собственное. И вот сердечко в моих руках начало таять и исчезать в моих пальцах. Они порозовели, горячая пульсирующая волна покатилась по запястью, Поднялась двумя потоками к плечам, Собралась в единый бьющийся комок в еремной ямке, Скользнула вниз к сердцу. Наполнило сердце мое. И засмеялся я от радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова